Лариса Гузеева – актриса и телеведущая, которая обрела известность благодаря роли Ларисы Агудаловой в фильме «Жестокий романс». И хоть за свою карьеру она снялась в десятках картин, ни одна из них так и не перебила славу её звёздной роли. Нынешнему поколению Гузеева известно прежде всего, как ведущая скандального шоу «Давай поженимся», за спиной у которой яркая жизнь с падениями и взлётами. Подробности мы расскажем в этом видео. Лариса Гузеева – как живёт главная сваха России и сколько она зарабатывает? Лариса Гузеева родилась 23 марта 1959 года в селе Бурдинской Беляевского района Оренбургской области. Своего родного отца она никогда не видела. Мать Альбина Андреевна Гузеева после окончания института вела уроки истории в местной школе, где впоследствии училась дочь. В 1964 году женщина вышла замуж за Виктора Макурина. Когда Лариса была маленькой, семья переехала в соседнее село Неженка. Мать с детства внушала дочери, что она особенная и что её ждёт прекрасное будущее. Когда Лариса пошла во второй класс, у неё родился брат Олег. А через три года мальчик захлебнулся водой, играя со шлангом работающей стиральной машинки. Ребёнка спасти не удалось. Через два года в семье появился ещё один мальчик – Виталий, который вырос добрым и порядочным человеком. Лариса мечтала об актёрской карьере, несмотря на строгое воспитание со стороны отчима. С юных лет она отличалась от сверстников с военравным характером и выделялась на их фоне. Как признавалась сама Гузеева в интервью, она начала курить в первом классе. Первой стала носить мини-юбки в школу и делать яркий макияж. От этого часто страдала мама, которую коллеги стыдили за плохое воспитание дочери. К слову, про свой характер артистка говорит, что это влияние того, что мама ждала мальчика, которого хотела назвать Вадимом, а родилась она. Поэтому, когда знаменитость не в духе, она сама себе говорит «Вадиму сни». Однажды её буквально выточили с того света. Юную Ларису беспокоила сильная боль в животе, но в местной больнице ей долго не могли поставить диагноз. В итоге девушка приняла обезболивающее и села вязать. Как оказалось, после разрыва аппендицита у неё начался перитонит. Но об этом будущая актриса узнала только в больнице, где её чудом спасли врачи, выполнив сложную операцию. Получив аттестат, в неполные 17 лет Гузеева отправилась в Москву поступать в технический институт на инженерную специальность, но не прошла по конкурсу. А познакомившись с музыкантом Сергеем Курёхиным, передумала и решила податься в актрисы. Так пишут во многих источниках. Однако сама артистка в недавнем интервью рассказала, что она одновременно сдавала экзамены в Щукинское училище в Москве и в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии и прошла туры в обоих учебных заведениях. Но когда нужно было ехать на последний экзамен в Щуку, у неё украли все деньги, что вынудило девушку остаться в Ленинграде. К слову, чтобы отличаться от длинноволосых конкуренток, во время вступительных испытаний Лариса подстриглась под ноль. Она поступила на курс Владимира Петрова, который окончила в 1984 году. Параллельно с учёбой подрабатывала моделью и снималась в рекламных роликах «Союз Пушнина». Студенческие годы проходили весело. Благодаря Курёхину она быстро влилась в питерскую богемную тусовку. Была частой посетительницей культового кафе «Сайгон». Провинциальная девушка ярко и вызывающе одевалась. Могла наравне с парнями выпить, курила беломор и не лезла за словом в карман. Однокурсники её сторонились и недолюбливали. А когда Лариса должна была поехать по обмену в Болгарию, проголосовали против её кандидатуры. В те годы она познакомилась с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым и другими представителями ленинградского авангарда того времени. Несмотря на завязавшиеся серьёзные отношения с Курёхиным, к браку они не привели, и через 4 года пара рассталась, а Сергей женился на профессорской дочке. Будучи студенткой второго курса, Гузеева дебютировала в кино. Мелькнов в эпизоде картины Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Она сыграла девушку, с которой в ресторане танцует оперативник Коля Тараскин. На последних курсах учёбы Лариса сблизилась с Сергеем Шакуровым. Актёр был от неё без ума, но и этот союз тоже распался. Именно благодаря Сергею она попала в проект Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Артист пробовался на роль Паратова, но в последний момент отказался от съёмок в фильме в пользу участия в спектакле, предварительно похлопотав за Гузееву, которая получила роль, принёсшую ей славу. Она пришла на кастинг в рваных джинсах и сандалиях с вплетёнными в длинные волосы монетами и разноцветными ногтями. Яркая бунтарка много курила и не стеснялась сплёвывать сквозь зубы, что не смутило Рязанова, поскольку начинающая актриса выделялась на фоне других претенденток на главную роль. После выхода «Жестокого романса» она объездила весь мир. У артистки появились деньги, на которые она водила подруг в ресторан и покупала им подарки. Позже Гузеева говорила, что фильм ей не понравился, поскольку её голос был переозвучен Анной Каменковой, а о романце пела Валентина Пономарёва, фамилию которой даже не указали в титрах. Также Лариса признавалась, что во время съёмок была увлечена брутальным и талантливым Никитой Михалковым, но до реальных отношений дело не дошло. После блестящей роли Ларисы Агудаловой образы романтичных барышень ей наскучили, и актриса отклоняла подобные предложения. Многие режиссёры, предлагавшие Гузеевой интересные роли, рассчитывали получить благодарность особого рода, а некоторые даже угрожали перекрыть дорогу в кинематограф. Влиятельные в этой среде мужчины разочаровывались, когда сталкивались с отказами и высокомерием восходящей звезды. Сегодня Лариса думает, что будь она позговорчивее, её творческая судьба могла сложиться иначе. Однако в неудачах актрисы виноваты не только похотливые режиссёры, но и она сама, поскольку часто отказывалась от классического кино, отдавая предпочтение низкопробным лентам. К таковым можно отнести и спортивную драму 1985 года «Соперницы». В этом фильме она сыграла байдарочницу Наташу. Картина осталась незамеченной, да и сама Гузеева сейчас считает эту роль худшей в своей карьере. Во время съёмок артистка познакомилась со своим первым мужем, Ильёй Древновым, который работал ассистентом оператора. Она была так в него влюблена, что странности в его поведении принимала за особенности характера. К тому времени за плечами молодого человека были две судимости за кражи, а позже выяснилось, что он наркоман. Лариса верила, что сила любви может всё, даже спасти мужа от зависимости. В течение восьми лет она тщетно пыталась помочь Илье завязать. На фоне постоянных семейных скандалов Гузеева пристрастилась к выпивке, а позже подала на развод. Меж тем, будучи ещё замужем, у звезды романса завязался короткий, но яркий роман с Дмитрием Нагиевым, который на тот момент был студентом второго курса. После окончания вуза она не спешила поступать на службу в театр, а продолжила сниматься в кино став актрисой киностудии «Ленфильм» и снялась в детективной ленте «Чужие здесь не ходят». Это Витя Кулупан. Он немного блажной. Работает сторожем на Куниферме. Это вы тоже по глазам прочли? Нет, Геннадий Иванович рассказывал. Затем Гузеева появилась в двухсерийной картине Виктора Соколова «Встретимся в метро». А также приняла участие сразу в нескольких телефильмах, среди которых можно выделить «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 20 век начинается». Тут молодая Гузеева предстала в роли мадам Анри Фурне. Также наиболее яркой героиней того времени, которую воплотила на экране артистка, стала Виктория Мезенцева в экранизации романа Леонида Платова «Секретный фарватер». Зачем же вы так сразу? Не надо. Извините. Я несколько старомодна, наверное. Давайте пить чай. В разгар «Перестройки» Лариса снялась в приключенческой драме «Белое проклятие» и в удачно отражающем дух времени сериале «Жизнь Клима Самгина». Тогда же с ее участием вышли фильмы «Щенок», «СВ-спальный вагон» и другие. В 90-м году актриса сыграла в психологической криминальной картине «Палач». Через год от передозировки умер Илья. Гузеева тяжело переживала трагедию в личной жизни и, пытаясь забыться, выпивала еще больше. Но со временем сумела взять себя в руки. Правда, пока она пила, успела выйти замуж за пожилого американца русского происхождения, который владел выставочным залом. Он был очень скуп и даже ел втихаря от Ларисы, которой приходилось голодать. Их брак продлился не больше месяца. В 91-м году актриса снялась в комедии «Семь дней с русской красавицей» и в драме «Избранник». Во время съемок этого фильма она сблизилась с молодым грузинским интеллектуалом-филологом Кахой Толардавой. Лариса играла роль комиссарши, а Каха – священника, параллельно выполняя обязанности редактора. Вскоре она узнала о беременности, но не прекращала работать даже на последних месяцах срока. Пара зарегистрировала брак за несколько дней до рождения сына Георгия, который появился на свет 19 апреля 1992 года. Каха был образцовым отцом и мужем, но их семейная жизнь длилась недолго. После родов Лариса вернулась на съемочную площадку, а вместе с этим и к загульной жизни. Интеллигентный Каха пытался перевоспитать супругу, но из этого ничего не вышло, и терпению мужчины пришел конец. Они развелись, Каха вернулся в Тбилиси, а Лариса с маленьким сыном осталась в Петербурге. Стоит отметить, что Гузеева не препятствовала общению Георгия с отцом. Они часто видятся, и даже свадьба парня прошла в Тбилиси. К слову, сын окончил высшую школу экономики и работает в рекламном бизнесе. 1992 год ознаменовался для артистки не только рождением сына, но и выходом таких фильмов с ее участием, как «В той области небес» и «Патриотическая комедия». А чуть позже она снялась в криминальной ленте «Приговор». В разгар 90-х кинематограф пришел в упадок, и актеры остались практически без работы. В Петербурге, где Лариса жила в комнатке коммунальной квартиры, а позже в однушке, наступило полное затишье, и она решила переехать в столицу. В Москву она отправилась на руках с маленьким сыном. В 1994 году за заслуги в области искусства Лариса Андреевна получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в следующем году она снялась в нескольких малобюджетных фильмах. Постепенно жизнь налаживалась. Гузеева познакомилась с влиятельным банкиром, который оказал ей поддержку. Рядом оказался и давний знакомый нашей героине еще со студенческих времен – Игорь Бухаров, который все это время был в нее влюблен. Это потом он стал президентом Федерации рестораторов и ательеров России. А в юности девушка не обращала на него внимания и относилась даже с некоторым пренебрежением. Однако после того, как Бухаров помог в сложной ситуации с ее сыном, Лариса поняла, что с ним она не пропадет. Да и мать, которую актриса перевезла в Москву после смерти отчима, твердила, чтобы она, наконец, взялась за ум и не упустила свою судьбу. Хотя сама Лариса, готовясь к переезду мамы, говорила ей, что она больше замуж не пойдет и что они будут жить вместе и все делить пополам. В 1998 году Гузеева снялась в фильме «Я первый раз тебя увидел», а в 1999-м забеременела. Но поначалу категорически отказывалась рожать второго ребенка. Игорю и Альбине Андреевне пришлось потратить немало сил и нервов, чтобы уговорить ее не делать аборт. Бухаров даже оставил записку в Иерусалимской стене плача, в которой просил Всевышнего о дочери, похожей на любимую Ларису. Девочка родилась в марте 2000 года. Ольга действительно похожа на свою мать, причем не только внешне, но и характером. Из-за плотного рабочего графика воспитанием детей в основном занималась бабушка Альбина, которую внучка долгое время называла мамой. В том же году с участием Гузеевой вышел музыкальный фильм «Игра в любовь». Также она появилась в детективе «Моросейка-12» «Бабье лето». В Москве артистка стала активно сниматься в сериалах, которые не приносили славу, но позволяли обеспечивать комфортное проживание в российской столице. В 2001-м Лариса снялась в мелодраме «Наследницы» и сериалах «Не покидай меня, любовь» и «Сдвинутый». В последующие несколько лет с ее участием вышли фильмы и сериалы «Женская логика», «Ангел на дорогах», «Заказ», «Наследницы 2» и другие. Изредка попадались и яркие роли, как, например, в драме Игоря Апосяна 2006 года «Граффити». Образ деревенской Марии принес артистке приз международного кинофестиваля в Токио в номинации «Лучшая женская роль». В том же году Гузеева сыграла генеральскую дочь в фильме «Семейный ужин». Появилась в образе учительницы английского в одной из серий «Яролаша» и в небольшой роли мелодрамы «Там, где живет любовь». Затем последовали съемки в фильмах «Миллионер по неволе», «Крыша» и «Колокол». В 2008-м году актриса сменила Дарью Волгу на посту телеведущей ток-шоу «Давай поженимся». Именно Гузеева стала фирменным лицом скандального проекта. В этом формате приветствовалось умение резать правду матку в глаза, не особо стесняясь в выражениях. Пригодился и солидный житейский опыт артистки. Через год после своего первого выпуска Гузеева стала лауреатом премии «Тэфи» и вошла в двадцатку самых популярных ведущих по версии журнала «Семь дней». В 2009-м она похудела на 15 килограммов и прибегла к пластике. Телезвезда подкорректировала форму верхней губы и овал лица, убрав лишние морщины. Лариса известна не только острыми выражениями, но и яркой манерой одеваться. Историк мода Александр Васильев даже признался, что в его программу «Модный приговор» регулярно приходят письма с просьбой переодеть Гузееву, на что ведущая утверждает, что именно стилисты и придумали такой образ. В повседневной жизни она почти не красится, не носит цветастые вещи, предпочитая однотонную одежду и эксклюзивные украшения. В 2011-м артистка сыграла маму подростка, втянутого в авантюру по поиску затонувших сокровищ в мини-сериале «Анакоп». А по приглашению Тиграна Киосаяна снялась в сериале «Три товарища». Кроме того, с 2012 по 2014 год Гузеева была постоянным членом жюри шестого сезона проекта Первого канала «Минута славы». К тому времени слава телеведущей «Свахи» затмила популярность Ларисы как актрисы. В 2014 году уже в этом амплуа она стала гостем шоу «Вечерний Ургант», где ее попросили найти супругу Дмитрию Хрусталеву. В 2017 году «Желтая пресса» писала о разводе телезвезды с Игорем Бухаровым. В своей передаче Гузеева обмолвилась, что живет с мужем отдельно. Оказалось, что актриса с дочкой переехала к сыну, а позже в интервью рассказала, что они с мужем включили мозги и решили не давать повода смешить людей разводом. В тот период у пары действительно был кризис в личной жизни, хотя некоторые сайты объясняли ситуацию с переездом, затеянным в их жилье ремонтом. Не обходится на проекте и без курьезов. Однажды героиней программы стала женщина по имени Лариса Поздеева, которую впоследствии окрестили «двойником ведущей». Сходство между ними стало предметом многочисленных шуток. К слову, иногда они не самые приятные и для самой Гузеевой, как в случае с Гариком Харламовым, который позже извинился перед артисткой и даже признался ей в любви, назвав своей музой. В 2018 году знаменитость была доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Что касается политической позиции, то сама телезвезда называет себя ватницей и крым-нашисткой. В сентябре инстаграм-аккаунт актрисы, в котором сейчас более 2 миллионов подписчиков, заполнили снимки со свадьбы сына. Лариса не раз говорила, что обожает невестку Анну и относится к ней как к родной дочери. Торжество прошло на родине отца жениха в Тбилиси. Спустя месяц Гузееву постигла тяжелая утрата. После болезни ушла из жизни ее любимая мама. Она очень была к ней привязана и до сих пор называет ее своим ангелом. После потери близкого человека артистка отменила все антрепризные спектакли и с огромным трудом заставляла себя работать. У нее случилась депрессия и возникли мысли о самоубийстве. С этой проблемой Гузеева обратилась к специалистам, с которыми провела много сеансов, что позволило ей вернуться к нормальной жизни. К слову, Лариса Андреевна регулярно участвует в рейтинговых телепроектах. Она была гостем один в один ледникового периода «Минуты славы». В том числе была членом жюри в клубе веселых и находчивых, вела с мужем передачу «Тили телетеста». В конце марта 2021 года телеканал «Пятница» представил новое экспериментальное шоу «ТикТок Талант». Куда оценивать способности тиктокеров, пригласили Гузееву и Диму Билана. А осенью наша героиня заинтриговала поклонников информацией о своем возвращении в большое кино. Рабочее название проекта – «Детокс». Артистка не рассказала о роли, которую ей предстояло сыграть. Зато пожаловалась на трудности выхода на съемочную площадку после длительной паузы в кинокарьере. Сейчас, помимо участия в проекте «Давай поженимся», звезда работает над созданием рубрики «Рецепты счастья Ларисы Гузеевой» в программе «Живая жизнь». Сколько зарабатывает Лариса Гузеева, точно неизвестно. Декларации ни она, ни ее муж не подают. Предположительно, ведущее шоу «Давай поженимся» получает миллион рублей ежемесячно, о чем обмолвилась соведущая Роза Себитова. Также она сказала, что у Гузеевой есть целый ряд привилегий в виде бесплатных перелетов, номеров отелей, которые оплачиваются первым каналом. Ранее выяснилось, что пенсия заслуженной артистки около 45 тысяч рублей, что на 30 тысяч больше, чем у Себитовой. Этот факт стал даже поводом для ссоры между женщинами. Звезда жестокого романса получает деньги не только за телепроекты. Лариса Андреевна регулярно снимается в рекламе на ТВ и продает рекламу в Инстаграме. Точная сумма гонораров неизвестна, но не исключено, что речь может идти о полумиллионе рублей за день съемок. А учитывая количество инстаподписчиков и их возраст, Гузеева может спокойно просить за рекламную интеграцию от 300 тысяч рублей. Поскольку такие посты у нее мелькают через день, вполне вероятно, что доход от них достигает от 4 миллионов рублей в месяц. Первую квартиру актриса приобрела в 1997 году, где прожила 10 счастливых лет. Двухкомнатные апартаменты находятся в Ховрино. Площадь гостиной 22 квадратных метра, а спальни 13. Но даже на таком ограниченном пространстве ей удалось создать идеальные условия для проживания. Хотя сразу после переезда у Ларисы не было ни ванной, ни кровати, и спать приходилось на коробках. Сейчас же интерьер с помощью специалистов программы «Идеальный ремонт» оформлен в восточном стиле. В гостиной разместился большой диван с обивкой из бархата. Напротив удачно вписалась небольшая кушетка в колониальном стиле. Дизайн выполнен в теплых оттенках, акценты которого подчеркивают фактурные предметы с принтом из меха-зебры. Настенный декор и алые абажуры на столах завершают общую композицию. Детскую комнату переделали в спальню, где центральное место заняла просторная кровать, по бокам которой две небольшие тумбочки с настольными лампами. После был приобретен двухэтажный особняк в районе Куркино. Хотя в сети есть информация, что этот дом площадью 270 квадратных метров в начале 2000-х построил муж актрисы. На первом этаже с высокими потолками и красивыми панорамными окнами находятся личные комнаты членов семьи. В 2017-м здесь также побывали создатели телепроекта «Идеальный ремонт». На втором этаже специалисты оформили стилизованным дизайном просторную гостиную, кухонную и обеденную зоны. К слову, этажи соединены лестницей, украшенной скульптурами львов. Интерьер выдержан в викторианском стиле. В глаза бросаются богатые зеленые обои с крупными цветочными узорами. Их изготовили вручную по технологии нанесения фрески. Что касается мебели, то тут можно найти интерьерные диваны, кресла и стулья из натурального дерева и кожи. Столешница кухни, на которой имеется специальная современная техника, выполнена на заказ из дорогого испанского кварцевого камня. Двери камышово-зеленого оттенка, а ручки и петли латунные. Освещают пространство светильники из хрусталя с отделкой из бронзы. На окне тюль постельного цвета. Все элементы составляют одну большую композицию. Гостевую зону при ремонте отвели для чтения. В качестве хозяина библиотеки выступает высокое кресло, выполненное в стиле американской классики с обивкой из микровелюра. В центре расположен большой буковый стол, а по периметру – раскладной диван с бархатистой обивкой. На нем подушки с цветочными принтами. Новая батарея отопления из чугуна, стоящая на лапах льва, также украшена цветочным орнаментом. На небольшой территории вокруг дома артистка создала релакс-зону и уголок для душевных бесед. Имеется беседка и место для барбекю. Летом на участке много цветов, за которыми ухаживает знаменитость. Летом 2019-го политик Алексей Навальный обвинил актрису в получении квартиры в доме для очередников на Садовнической набережной. Оппозиционер заявил, что цена жилья, площадь которого 176 квадратных метров, была сильно занижена – до 90 миллионов рублей – с подачи Сергея Собянина, за которого Гузеева призывала голосовать на выборах мэра Москвы. Из квартиры на пятом этаже открывается живописный вид на водную гладь и мост. Также знаменитость владеет элитной недвижимостью в Болгарии. Квартира, находящаяся в закрытом жилкомплексе у моря, оценивается в 220 тысяч евро, а ее площадь составляет 165 квадратных метров. В Подмосковье у телеведущей также есть недвижимость, о стоимости которой неизвестно. По словам Гузеевой, она принадлежит дочке, хотя по информации СМИ известно, что Ольга живет в столице, где снимает квартиру. Гузеева умеет водить автомобиль, а ее водительский стаж превышает 30 лет. Но в последнее время она предпочитает пользоваться услугами личного водителя. Первым ее автомобилем стал престижный по тем временам ВАЗ-2106. В 90-е годы актриса ездила на Мерседес-Бенц С-класса. Сейчас в ее автопарке элегантная и роскошная БМВ 520. Стоимость подобного экземпляра по рынку варьируется от 3 до 4 миллионов рублей. Красуется у Гузеевой и кроссовер Ауди Q7, цена которого стартует от 5 миллионов 300 тысяч рублей. Гузеева считает, что ей всегда помогал Бог, и ей есть за что благодарить судьбу. В своем возрасте она востребована в профессии, у нее много предложений, пусть это и не совсем то, о чем мечталась в молодости. Недоброжелатели и завистники зачастую пытаются помешать счастью артистке. В то же время множество людей восхищается и поддерживает неподражаемую ведущую. А как вы относитесь к Ларисе Гузеевой? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok